Мир вам! Так, теперь мне немножко нужно будет иногда так это поглядывать. Хотела спросить вас, что проще проводить в группах разновозрастных или в обыкновенных? В обычных. В обычных. Но если в обычных группах проводить лучше, ну легче, то какими мы должны быть, чтобы мы могли проводить в разновозрастных группах? Вот какими мы должны быть? Ну это профессионализм, а духовное? То есть мы должны быть более нуждающимися в Боге. Согласны? Да. Ну как и в тех группах мы должны быть нищим духом, чистым сердцем, с протянутой рукой туда, да, и помнить, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Согласны? Ну вот с этим настроем мы и пойдем. Ну для начала еще хотела уяснить такой, прояснить момент. Дети, к которым мы приходим, чьи? Божьи. А еще? Наши. То есть Бог на эту землю дал этих детей вам. Вам. Чтоб вы их кормили, заботились, возили в школу, вели к Богу, или кому-то другому дал. Ну тебе да. Тебе дал. Родителям. Вы согласны? Все такая, тишина. Как это не нам Бог дал детей, которых мы учим, да? А вы не согласны, что Бог дал детей родителям? Родителям. Второзаконие говорит конкретно к кому? К учителям воскресных школ или к родителям? К родителям. И там все методы, способы, да? Как научить. И мы этим пользуемся, учителя. А родители в наше время пользуются вот этими методами. Многие родители, ну вот ваши дети, дети, у которых вы, родители, обучают детей? Ну вы не знаете, учат детей родители, там вечернее общение, приходят с готовыми стихами библейскими, какие-то истины. Или в основном вы это делаете? Бывает по-разному. Но сейчас, к сожалению, родители, вот так вот сказали, есть воскресная школа, да? И мы отдыхаем. Ну не то, что отдыхаем, они работают. Так вот, я думаю, что нам надо понимать наше положение вот в этой вот структуре. Нас Бог поставил сюда, чтобы подвести ребёнка ко Христу, да? То есть это наша цель. Но и не забывать, что Бог верил родителям этого ребёнка. И значит, нам вот тут вот, может быть, посмотреть, как наладить взаимоотношения с родителями, чтобы родители могли иметь точку соприкосновения вот наших уроков, этой воскресной школы, например, на вечернем общении с нашими детьми. Ну это так вот, пожелания. А, ну и теперь к разновозрастным. Скажите, в каких возрастных, в каких служениях в церкви могут быть разновозрастные группы? Громче. Пение. Да. Всё. Подготовки к праздникам и проведения их, да, то есть сами праздники. Ещё. Разновозрастные дети трут на кухне? Не, ну это можно. Мы в лагере тоже это использовали. Но хорошо, трут на кухне. Чаи пить. Ну это праздники. Ещё. Ну, в воскресной школе у нас нет разновозрастных групп. Или есть? Не, ну я спросила в общем. В воскресной школе есть разновозрастные группы? Есть. Ну и команды в лагере тоже бывают. Хорошо. А теперь поднимите руки, пожалуйста, кто трудится в разновозрастных группах. Повыше. Понятно. Почему-то нам сказали, что это такая большая проблема, что очень много людей и не знают, как это делать. Ну, слава богу, что людей не так много. А кто знает, что такое разновозрастная группа? Ой. А? Дети разного возраста. Простите. То есть если мы поместим детей разного возраста в одну группу, это будет уже наша разновозрастная группа. Ну почти. Да, вот оно определение. То есть что здесь ещё нужно? Посмотрите внимательно. Не просто поместить, а что ещё? Громче. Не хочет громче. Да. Должна быть определённая программа с определённым уклоном, ориентированной на разные возрасты. И тогда мы можем уже назвать эту группу в воскресной школе разновозрастной группой. Что нужно знать для того, чтобы вот корректно, успешно трудиться в этой группе? Ну кто занимается? Давайте. Громче. Особенности. Возрастные особенности. Да. Ну да. Хорошо, поговорим об этом. Ну мне сказали, что возрастные особенности здесь очень хорошо уже изучены, поэтому мы их не будем трогать. Мы посмотрим ведущую деятельность. Вот ведущая деятельность, можно, да. Она вот такая интересная штука. Её не все как бы дают, ну учёные, скажем так, этой области. Но мне вот она очень понравилась, и мы её используем у нас. Ведущая деятельность – это деятельность, которая способствует формированию новых качеств. То есть вот что-то я уже умею, а какая-то деятельность что-то меня побуждает сделать новое, да, и перейти на новую границу какую-то. Значит, ребёнок, находясь в этой деятельности, это там, да, легче воспринимает информацию, усваивает новые знания, а потом он учится переводить эти знания в умения, а умения в навыки, то есть применения. И когда вот этот вот ребёнок достигает, ну наша цель тоже достигнута. То есть там вот маленький ребёнок, да, он, например, там вот завязать шнурок, там сначала вот учится. Вообще маленький, Павел Валентинович рассказывал, у него одна дочка любила играть, когда маленькая совсем была, в служение. Вот она молилась, теперь она молится, поёт, служит, и уже взрослая. То есть детки сначала играют, да, а потом эти навыки переходят уже дальше. И вот это вот мы должны в разновозрастных группах помнить. Ну и существует ещё соответствие между возрастом ребёнка и определёнными видами деятельности. Ну и тут вот выделяют следующие, следующие виды деятельности, можно следующий. Вот совсем маленьких, ну это у младенцев, там вот младенец есть, у них связь какая деятельность, общаться с мамочкой, да, пока. Ну а дальше пошло уже предметно, ну деятельность, которая направлена на конкретное действие. То есть завязать, вот научиться завязать шнурок, там ещё что-то сделать. Потом идёт сюжетно-ролевая игра уже для дошкольного возраста. В садике кто ходил, играли там, ну, во врачей, там ещё в кого-то. Так вот, ну, ребятишки наши, да, они играют в служение. То есть очень важно направить как дома, так и в наших разновозрастных группах, вот организовать. Если вы что-то будете, во что-то играть, то можно уже смотреть. Вот или мы возьмём какую-то мирскую игру, или мы придумаем, ну вот что-то такое, что ближе к служению, что может приблизить ребёнка ко Христу. Ну, учебная деятельность идёт у младших школьников. То есть поэтому вот если сидят дошкольники и младшие школьники, у них, смотрите, разная деятельность, да, ведущая, которая способствует им расти, чтобы что-то новое воспринимать. Поэтому мы должны вот это учитывать. Ну, вот и подростки, а тут уже совсем. Я недавно разговаривала с сестрой, она сказала, что у них группа вот от самых маленьких до 15. Я говорю, как вы справляетесь? Вот они ведут это служение. И мы поговорили, я скажу, оно успешное. Но здесь, вот смотрите, ведущая деятельность у подростков это общение со сверстниками. Вот подростки сидят с маленькими, да, а им нужно общение со сверстниками. То есть мы должны так организовать деятельность, чтобы они могли пообщаться вот в этом промежутке, который мы с ними, со сверстниками. И им еще нужно что-то сделать, представить, да, что-то найти, исследовать. Это подростки, это их ведущая деятельность. Подростки могут делать все. И сидеть вырезать с малышами, да, и поиграть в машинки. Но это их уже развивать не будет. Их будет развивать. Та деятельность, которая у них является ведущей. Вот. Но это вот про ведущую деятельность. Так, еще хотела бы сказать, что вот когда мы формируем наши разновозрастные группы, мы все-таки должны делать акцент на таких деточек, которые, ну, здесь уже было сказано, что до пяти лет, да, идет формирование ребенка. То есть что мы, в принципе, вот заложим, то оно и будет. Вот скажите, нам нужно делать, если разновозрастная группа и есть дети до пяти лет, нам нужно делать акцент на них или нет? Или они пускай посидят, посмотрят? Ну, как вы думаете? Вот у вас будет группа такая, а? Еще громче? Нужно, нужно. Я вообще думаю, что, ну, я сейчас молча нарисую. Как вы думаете, что это? Да, это сосуды. Сосуды наших детей разновозрастной группы. Если мы направим наш урок на подростков, что будут делать младшие? Они очень быстро наполнятся и переполнятся, им будет неинтересно, они будут мешать. То есть нам нужно, ну, разные дети есть, да, по физическому возрасту, может быть, он помладше, а интеллектуально, он может быть, и повыше там кого-то, своего физиологического ровесника. То есть нам нужно смотреть конкретную ситуацию, но нам нужно ориентироваться на более младших в разновозрастной группе, давать информацию о старших, привлекать к служению. То есть мы дали какой-то материал, библейскую истину, а старшим потом на применение, закрепление всем остальным, что-то поручаем, чтобы они приготовили и дали младшим. Это я вам уже подсказку даю. Так. А, ну и вот смотрите, у нас есть помощники, у нас есть детки. Если кто-то из них сделал что-то не так, какая у нас бывает реакция, особенно на помощника? Вот помощник сделал не так, или совсем не так, или вообще совсем ничего не сделал. Да, бывают разные. Ну, бывают. Какие бывают разные? Раздражение. Еще что бывает? Осуждение, негатив. А еще какие? Ну, разные, скажи еще. Ну, я тоже думаю. Покрыл. Правильно? Покрыл. Закрыл рот свой, ничего не сказал при всех детях. А потом, после служения, посадил, похвалил, что ты смог быть вообще на этом собрании. Ну, вот пока у тебя не получилось, но ты можешь. Давай посмотрим, как, что сделать, чтобы ты был вот в этом, вот отрезочке, которые тебе верили, да, успешно, проанализировали. Ну, благословит тебя Господь. Ты все можешь, укрепляющим тебя, Иисусе Христе. Все. Дети не слышали негативов. Да, сядь туда, сделай то, ты что там стоишь. И он не был унижен и оскорблен в глазах детей, ну, при детях. Так. А, ну, еще такой вот момент. В наших группах мы можем моделировать ту ситуацию, ну, как бы вот ту жизнь среди наших детей, которую хочет видеть... Кто? Директор школы, да? Ну, кто? Родители. Другие мнения есть? Мы можем создавать, моделировать, планировать такую ситуацию, то есть, как бы, ну, спланировать урок, модель такую, которую хочет видеть Бог. Поэтому мы идем к Нему с протянутой рукой для того, чтобы Он наполнил наши сосуды. А для этого наши сосуды должны быть чистыми, да? Ну, и про это вот очень много уже сегодня говорилось, и вчера тоже много говорилось. Так. Я быстро гляну. Ну, и теперь к целям. Можно урок дать? Да. Вот рассмотрим план библейского урока, он же будет потом на круглом столе. Посмотрите, что у нас в начале. Ой, это не моя. Никто не видит, да? Что там? Тема. Тема – это что такое? То, о чем мы говорим. То, о чем мы говорим. Ну, как мы будем выбирать тему? Вы уже кушать хотите? Ну, давайте маленько, потерпите. У нас должен быть план вообще-то, правильно? Да? Мы берем тему из нашей сетки. Но бывают ситуации, когда мы готовим не по сетке. То есть мы взяли тему. А как мы тему в разновозрастной можем взять? Ну, так же, конечно, все так же. Ничего страшного. А вот цель уже немножко надо подумать. Как мы будем ставить цель? Да, нам нужно поставить цель такую, чтобы в этой цели были просмотрены все наши возраста, да? Как наполнить вот эти сосуды, чтобы и не докормить, и не перекормить, да? То есть вот это вот мы ставим цель в начале. И потом уже от нее мы идем. Вообще, какие цели есть на воскресной школе? Ну, для чего мы там? Какие цели? Вообще, любые. Громче. Так, достигнуть послушания. То есть я ставлю цель. Послушание в группе, да? Или рассказать о послушании. В группе, да? Нет, цель. Цель, Максим. То есть мы должны научить, показать. Хорошо. Давайте я вот даю вам таких несколько видов, ну, несколько ситуаций, примеров. Рассказать детям про Давида, да? Вторая. Донести детям о том, что Бог не смотрит на внешность, а смотрит на сердце. И следующее. Проанализировать, вполне ли наши сердца преданы Богу. Вот давайте. Какая цель здесь, ну, более уместна? Вторая. То есть анализировать на уроках не надо. Надо. Но для того, чтобы вот эту тему проанализировать, вот эту цель, да, нам нужно вот эту тему так переварить, чтобы оно у нас было переварено, разложено по полочкам, чтобы мы могли это сформулировать для каждого возраста, а потом еще какой-то метод найти, чтобы проанализировали дети. Но это возможно? Или нет? Это трудно, но это возможно? Ну, так мы же трудимся, правда? Мы служим им. А цель рассказать о Давиде. Такую цель мы иногда ставим себе? Рассказать. Ну, да или нет? Поднимите руки, кто такую цель ставит? Рассказать. Бывает. Будем учиться новые цели ставить, потому что цель рассказать – это не учебная цель. Это цель, направленная на учителя. А цель должна быть направлена на детей. Вот проанализировать – это как раз цель, направленная на детей. Но для достижения этой цели учитель должен дома помолиться, попотеть, посмотреть, углубиться, как братья вчера говорили, да? Найти, постоять нищим вот так вот, получить в свой сосуд, чтобы прийти и вылить вот в эти сосуды. А по-другому не получится. А по-другому мы будем приходить и говорить, только говорить. И мы будем достигать свою цель, которую мы поставим. Мы можем для себя ставить цели – удержать внимание группы, чтобы урок был в целостности такой. Но это наши будут цели. Для детей мы должны ставить цели, которые они должны достигнуть, а мы им должны помочь это сделать. Но они не будут знать, что мы им помогаем, а не просто это будут делать, да? С нашей помощью в нашем спланированном уроке. Ну, то есть цели должны быть ну, вот такие вот. Маленько, может быть, посложнее, чем мы привыкли делать, просто рассказать. Так, теперь у нас потом идет… Ну, здесь мы пропустим, да? Ну, вообще, давайте библейский… Следующий можно? Где ход урока? То есть здесь, смотрите, я задачи не ставлю, да? Если бы у меня были вот здесь в подготовке задачи, тогда было бы нормально рассказать такое-то и задачами бы, как я это достигала. Но у меня здесь просто цель, да? Без задач. Поэтому я вот так вот это вот… Ну, то есть мы так практикуем. Вы можете по-другому, с задачами. Я говорю, как бы, ну, тоже делюсь своим опытом. Смотрите, вот здесь вот приветствие, встреча детей, организационные моменты. И вот третий пункт. Вот тут будет четыре пункта, выделены большими буквами. Это то, что у нас дети делают сами на подростковой группе. Мы это практиковали практически вот, ну, с разными возрастами. Вот помолились, пропели. Дети могут сами там петь, предлагать. Но вот потом мы по кругу или по очереди, как у вас дети сидят, у нас молитва благодарения. За что мы можем поблагодарить Бога? Мы не заставляем по желанию, закрытыми глазками, если кто-то не хочет, у нас договоренность. Коснулся следующего, и тот пошел молиться. Ну, у нас вот редко бывает, когда там вот кто-то отказывается. В основном вот дети молятся, благодарят, они прям выискивают, за что поблагодарить Бога. И мы их учим. Благодарность пришедствует чуду, да? Ты хочешь чудо в своей жизни? Ищи, за что благодарить Бога. В твоей жизни много милости от Бога. Благодари. Вить, ищи, да? Милости Господню собирай, считай. То есть вот мы благодарим. И ребенок вот здесь, он даже самый маленький, уже может участвовать вот в этом. И он не просто помолился, он уже поучаствовал в общем служении, на которое он пришел. Заинтересовка, ведение, мотивация. Ну, тут уже вот нужно смотреть по возрастам, какие у вас детки, кого больше, да? Вот так вот. Ну, понятно, что вот мы не будем что-то показывать такое, что неприемлемо для маленьких, да? А ну, для взрослых, конечно, любая заинтересовка может быть интересным, если мы ее продумаем, да? То есть вот здесь вот в Омске в 96-м году мы были на семинаре у вас в профилактории Иртыш, и один такой солидный дяденька вышел с друшлаком на голове. И мы так очень удивились. А у него тема была «Слово Божие – сито». То есть наши мысли должны фильтроваться, вообще мысли, которые попадают сюда через Слово Божие. Ну, очень наглядный такой был пример. То есть если вот мы попросим, да, и он туда положит, и мы придем туда, то будет интересно всем, и маленьким, и взрослым. Так, следующий пункт у нас – это кто что имеет. У нас служение, ну, большое. У нас 4 возрастных группы. Старшая группа приходит от 16 до 40 человек, да? И очень часто бывает, что 1 треть, например, бывает на следующее служение от того, что было там. Такая вот текучесть у нас. Ну, то есть как служение. У нас не воскресная школа. И вот мы в рамках служения как бы вот проводим воскресную школу. Так вот адаптированно. И поэтому вот пытаемся сделать так, чтобы ребенок, приходя, как вот написано, кто что, идя на служение, кто что имеет. И вот мы так же. И у нас дети вот раньше вообще, вот когда основная масса играла на инструментах, учащаясь в музыкальных школах, то есть приносили инструменты с собой, вставали, читали слово, там какой-то стих из Библии, свидетельства. Ну, бывало, что тишина. Тогда мы просто проводим дальше урок. Никто ничего не принес, да? Ну, дети, мы можем их побуждать через родителей, сами вот так вот, да, что мы ждем. Вот это вот кто что, ну, по-другому, что-то думали-думали, не придумали, как это еще назвать. Ну, в общем, кто что имеет. Повторение можно проводить, ну, тоже вот уже ориентировалось на разные возраста. Можно сформировать разные группки по количеству детей, как оно у вас может быть, да? И вопросы задавать более сложные, более простые. Можно наоборот, ну, то есть по возрасту, можно разновозрастные сформировать. И тогда уже вопросы задавать так, чтобы они могли пообсуждать, ну, и, например, с тем условием, что помладше, если он как бы может транслировать, чтобы он сказал ответ. И тогда он присутствовал, но он транслировал. Получается, что он проговорил, значит, ну, где-то что-то должно отложиться. Золотой стих, библейская истина. Вот в библейской истине мы ввели и делаем чтение Библии. Вот прям однажды сестра приехала в Красноярск-Сачинск, в гостях была, но она не в детском, и говорит, а, там такое! А мы такие, а что такое? Да, они попели, сели, Библию в руки взяли и читают. Я говорю, а что дальше было? Ну, там, заинтересовки, там... Нет, они почитали, порассуждали, помолились и разошлись. Я говорю, шумно было. Нет. И у меня так, вау, как так? И мы стали пробовать. И вы знаете, вот у нас вот несколько воскресеньев назад у нас арендуемое помещение, поэтому то пораньше, то попозже приезжает. И, в общем, приехал пораньше, у меня все детки подошли, и те, кто подошел, я им говорю, ну, открываем, садимся, читаем тринадцатую, третью главу Иоанна. Они открыли, прочитали. Да, тихо все. Подошли остальные. Ну, а мне же надо, чтобы они прочитали все. Я говорю, ну, мы как бы подходим уже по уроку. Я говорю, ну, открываем, читаем. И такая тишина, они прочитали. То есть они сидят, это реально... Ой! Ну да, в тот момент они читали про себя. Мы здесь пользуемся, ну, вот я, разными методами. То есть дети могут... У меня группа 11-16. То есть мы пользуемся так. Мы можем... Ну, мы каждый раз, вот когда я... Ну, по крайней мере, когда я провожу, мы читаем Библию. Мы можем прочитать вот так вот по цепочке. Мы можем прочитать про себя. И потом я начинаю задавать или вопросы, или давать задания. У нас детки сидят по столам, потому что это кафе мы арендуем. И... То есть они вот уже формируются в группы. Когда они формируются в группы, были, ну, 16-летние, представляете, приходит дядя такой. И вот 12-летняя, 11-летняя такая девочка вот стоит. А они такие вот, ну, друзья такие. Еще за один стол сели. И вот, ну, Господи, ну, что делать? Я могу, конечно, рассадить, там еще как-то сделать. Ну, ты, Господи, как? И вот приходит мысль. Я говорю, так, друзья, братья благословенные, вот у нас 5 столов, и вы в каждый садитесь старшим. Они рассеялись. У них были обязанности следить за порядком в группе, назначить дежурного, ну, и там что-то там записать. Мы делаем записки, это маленько попозже будет. Они записывают записки сами с именами, потом мы собираем, в конце молимся, и детям неделю молимся мы друг за друга. Вот. И вот эти вот мои, которые, ну, я думала, все, сейчас будет все время, все силы направлены, чтобы их удержать, да? А Бог раз, и вот так вот. И они были помощниками, было тихо. Они организовывали работу в группах. И им еще, ну, наверное, было бы, я говорю, о, эта команда в данный момент тихая, самая тихая. И все команды такие, тихо, и опять тихо так. Вот. То есть мы вот так вот делаем. И когда вот они сидят в командах, да, я могу дать, вот, прочитайте про себя такую-то главу. Они прочитали потом обсуждение в группах. Потом они что-то там, у каждого свое задание. Они выходят и презентуют то, что они наработали. Бывает такое, что я им не запрещаю пользоваться телефоном. Вчера вот было, не помню, кто сказал. Ну, у меня такая как бы вот направленность. Если что-то мешает в служении, и мы не можем его просто вот так вот взять и убрать, вот как телефона, да, у подростков. Когда их было 2-3 на 15 человек, это ну как бы еще там взял или еще. А когда у них у всех телефоны, и их 20 человек. И вот я молилась и спрашивала, Господи, что ну с этим делать? И знаете, что Господь вот показал, какой выход. Мы, у нас есть чат родительский, и у нас есть чат подростковый. В подростковом чате практически каждый день выкладываются главы для чтения. Потом вот эмодзи есть такие, мячик футбольный кидается, попадает в ворота или не попадает в ворота, да, вот если знаете. Мы это запускаем, например, да. Они каждый там кто-то кидает, но не все участвуют, еще стесняются. Попали в ворота, они, например, пишут библейский стих, который вот в этой голове у них высветился. Ну или когда они читали сегодня Слово Божие, и они выкладывают этот стих в группу. Другие тоже это читают, да. Если не попал, то они, например, составляют векторину. Ну, кто пришел к Иисусу ночью и спрашивал, как родиться, или что-то такое. И варианты ответов. Никодим, Марк, Лука, Иоанн и так далее. И вот они должны ответить правильно. То есть дети создают векторины. Сначала мы их учили, но вот прямо на уроке, минут 15-10 учила, как создавать векторины, и они у нас вот это вот делают. То есть мы вот не боремся с этим. Иногда я говорю, зайди в своих командах, там в симфонии, ну нет в симфонии, значит в гугл, найдите притчи Иисуса, если вы не знаете, где открыть в печатной Библии, там или как-то открыть. Они заходят, ищут, находят, читают. Сначала им приходится прочитать про себя, потом они уже обсуждают в командах. Ну то есть с чтением у нас вот так вот. Вот, ну и дальше вот золотой стих. Я думаю, что здесь уже, ну как бы вот по возрастам. Единственное, что можно было бы посоветовать разновозрастно, если совсем, то сначала, что такое, разучить с маленькими, по-детскими, какой-нибудь коротенький стих, а потом им дать что-то, какое-то задание там раскрасить, или этот золотой стих, например, они могут раскрасить, или отрывая там цветную бумагу, залепить сердечко красненькое отрывное, вот бумажечка приклеивая. То есть это займет какое-то время, пока вы со старшими учите что-то более серьезное для подростков. Вот, ну и здесь вот, в общем, применение закрепления, практическая часть, это все вот, ну вот по возрастам, да, вот соответственно, вот этим возрастам. Вот, ну про записку с именами я уже сказала, что вот дети молятся. И вот получается, что у нас вот в этом вот моменте, вот у меня здесь так вот выделено, у вас там вот четыре этих, дети четыре раза имеют возможность поучаствовать в служении. Они уже не просто слушатели. То есть если ребенок помолился вслух, ну считайте, что он уже часть этого служения, и он не будет относиться к этому служению как в гостевом порядке, да. Ну, в общем, у меня вот эти вот, в общем, все там. Ну, дальше, если можно, я быстренько. Что мы потом вот после вот этого всего лучше проанализировать, посмотреть, да. Ну, и молимся, думаем, с протянутой рукой Господа. Ну, наверное, все. Ну, еще я, наверное, быстренько скажу. Вот за ту ситуацию, которую Максим говорил. Про метод какой? Бездельника. Я скажу, что один из этого метода вчера сидел здесь на семинаре. То есть этому методу уже лет 15. Ну, так очень коротко. То есть когда вот это произошло, да, это была я. Когда это произошло, я увидела, что мы можем формировать ценности у детей. Вот когда мы чего-то хотим, чтобы они сделали что-то хотим. Что мы делаем? Мы говорим, вы сделаете, получите, что они получат? Ну, давайте, пожалуйста, и мы пойдем кушать. А? Награду какую? Ну, что конкретно? Конфетку. Еще что? Ну, мультик, еще там кто-то говорит. Да, ну, погулять это уже хорошее. Так вот, мы можем формировать, формировать вот эти ценности вот этой наградой. То есть мы можем сказать, ты наказан, да, то есть, ну, ты не будешь убирать, ты, ну, не заслужил это сейчас сделать. И они реально сидели и ныли. Это было 15 лет назад, да, и вот они все втроем сейчас, слава Богу, в труде. То есть мы можем не конфетками их поощрять. Ну, сделаешь вот это, помоешь посуду, дам конфетку. Нет. Ну, тогда мы сядем и с тобой почитаем. Ну, это, конечно, надо как бы, ну, так вот раньше формировать, да. Или, например, в группах, в наших вот, где мы трудимся. Вот давайте тихо сидим. Какая группа тише сидит, ну, или там какие возможности. Что мы можем предложить в награду? Ну, те же конфетки можем, да, предложить. Можем, предлагаем. А мы можем сказать, какая группа тише будет сидеть, или какая группа быстрее сделает. Ну, или там что-то, да. Они предлагают псалом. Все, мы не без конфеток. Они псалом. А кто пришел к полдесятому, те репетируют и выходят на общее собрание петь. У них стимул прийти пораньше, вообще не опоздать, да. То есть вот этим вот, вот так вот мы формируем. Ну, у меня тоже все. Простите, что долго. Простите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова